Идеальное состояние. Такую оценку получил дом по адресу Благовещенская, 35, по итогу проверки в рамках городского проекта «Жилкомнадзор». Это уже десятая управляющая компания, куда выходят ревизоры. Подробнее расскажет Юлия Савинцева. Замечаний пока никаких нет. И действительно, подъезд чистый, проведен ремонт, окна вымыты и закрыты решетками. В подвале и на крыше также все в идеальном состоянии, ни мусора, ни грязи. Как говорят ревизоры, такого порядка еще нигде не встречали. Довольны работой управляющей компании и жильцы. Все нормально. На все наши просьбы откликается управляющая компания. И без наших просьб что-то делает. Так что менять, я думаю, нет смысла нам компанию. Дом по адресу Благовещенская, 35, находится в ведении управляющей компанией «Новые технологии». Этой постройке около 50 лет, и несмотря на солидный возраст, здесь ничего не осыпается. Он находится в хорошем состоянии. Подвал чистый, сухой, трубы все поменены. В подъездах косметический ремонт выполнен. Никаких сколов, красок, ничего подобного нет. Прибрано. И с состоянием работы управляющей компании мы остались довольны. Свою оценку ревизоры проекта «Жилкомнадзор» ставят уже десятые компании города. В числе проверяющих – специалисты городского департамента градостроительства и инфраструктуры, общественность, депутаты, представители городского молодежного парламента. В первую очередь смотрят те дома, где есть муниципальная собственность, сверяют соответствие проделанных работ отчетам управляющей организации. И, как показывает практика, лучшая ситуация складывается там, где между компанией и жильцами выстроен конструктивный диалог. В управлении новых технологий 37 домов, и практически в каждом создан совет многоквартирного дома. Есть совет, и с ним активно работаем в зависимости от наличия денежных средств на доме, так скажем. То есть и выполняются, и планируются работы на этот год и на следующий. Работы планируются на год вперед и по текущим заявкам. То есть те заявки, которые выходят, ну плюс бывают, естественно, аварийные ситуации, которые устраняем незамедлительно. Проект «Жилкомнадзор» работает уже два месяца. Результаты проверки везде разные. Часть компаний, к которым претензий много, ждет повторная ревизия. А если недочеты не будут исправлены, то и солидный штраф – до 50 тысяч рублей. Юлия Савинцева, Михаил Протасов, Вологда, Портал.